Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы пообщаемся с Алексеем Налобиным, государственным инспектором Хакасии по пожарному надзору. Здравствуйте, Алексей Борисович. Страна готовится к Новому году, елки, ледовые городки, родители покупают карнавальные костюмы для своих детей, ну а для сотрудников МЧС эта жаркая пора наступает. Насколько увеличивается число пожаров в эти праздничные дни? Ну вообще статистика показывает так, что за те 10 дней новогодних празднований, это с 31 декабря и по 10 января включительно, количество пожаров составляет где-то порядка 35-40 случаев. И конечно в этот период регистрируется гибель и травмирование людей. Но насколько возрастает? По сравнению с обычными днями где-то в полтора-два раза возрастает. Вообще какова сегодня обстановка с пожарами? Что у нас регистрируется в последнее время? На сегодняшний день зарегистрировано 720 пожаров на территории республики Хакасия. В сравнении с прошлым годом это больше на 32 пожара. Количество погибших увеличилось на 27 человек и составило 68. Травмированных 480 человек, но тут конечно сыграла свою роль та чрезвычайная ситуация в апреле, про которую мы в прошлой передаче говорили. И в принципе из-за этого у нас такое увлечение произошло. В прошлом году 25 человек. Но в вашей практике есть примеры возгораний, характерных именно для новогодних праздников? Ежегодно в новогодние праздники количество пожаров увеличивается и увеличивается по причине... То есть тут сопутствующим фактором является конечно это алкогольное опьянение. Население это и не только социально незащищенные семьи, социально незащищенные слои населения. Это может быть в обычной семье произойти, когда оставляют детей без присмотра. Это шалость детей с огнем. Оставление отопительных приборов без присмотра. То есть ушли куда-то праздновать Новый год, оставили дома отопящуюся печку. Никто за ней не смотрит. Печь перекалилась и дальше уже идет возгорание. Ну и конечно это и курение в нетрезвом состоянии. Наша типичная причина. Но особая тема это фейерверки. Сейчас их купить может практически любой, где вообще стоит это делать, а где нет. Ну вообще законодательно определено, что все пиротехнические изделия, они должны продаваться в специально отведенных для этого местах. То есть там должно быть обеспечено и режим хранения, и режим продажи. Вот допустим для детей, подростков до 16 лет, продажа без взрослых, она запрещена. И покупать следует всю пиротехнику, это в тех специально отведенных местах. То есть не на улице где-то из-под прилавка, а именно в том месте, где оно должно продаваться. Какие еще у вас есть рекомендации для покупающих? Ну вообще вот специально принес пиротехнические изделия, чтобы показать как они должны выглядеть и на что следует обращать внимание при его покупке. Ну во-первых, упаковка должна не иметь никаких повреждений, не должно быть никаких следов намыкания на этой коробке. Далее, значит на коробке обязательно должна быть инструкция на русском языке, где написаны все требования и по ее установке пиротехнического изделия, и по его применению. Это обязательно нужно прочитать перед покупкой. Далее на упаковке должен быть прописан тот нормативный документ, которому он соответствует. В нашем случае это у нас ГОСТ Р-51-270-99. То есть данным ГОСТом подтверждается, что данное пиротехническое изделие соответствует необходимым нормам и требованиям. На каждое пиротехническое изделие должен быть сертификат соответствия, выданный таможенным союзом. В данном сертификате соответствия указывается пиротехническое изделие, на которое он выдан, срок его действия, а также на территории какой страны он может продаваться. В нашем случае этого пиротехнического изделия страна изготовления Китай, и сертификат соответствия выдан таможенным союзом на территории Российской Федерации, которым подтверждается, что он может использоваться на территории Российской Федерации. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, что покупая римские свечи, так называемые, пиротехнические изделия, ни в коем случае нельзя запускать их в руках. Любят наше население поспорить на спор, смогу ли я в руке, а не смогу и так далее и тому подобное. Хотелось бы каждому сказать, что здоровье дороже, и никакого спора, те же пальцы обожженные или не дай бог оторванные, они не стоят. Далее вот специально принес такие вот у нас огни большого города, ракета. То есть тут рекомендации такие, что ни в коем случае нельзя обламывать тот ригель, который предусмотрен заводом-изготовителем. При установке его и запуске. Ну, хотят, видимо, чтобы она пониже взлетела и побольше взорвалась, но этого делать, конечно же, нельзя, потому что это может привести к нежелательным последствиям. Следующее, что хотелось бы сказать при использовании пиротехнических изделий, и в принципе это написано в каждой инструкции по ее применению. То есть вот данные пиротехнические изделия, которые в доступе каждому купить, это третий класс пожарной опасности. Третий класс опасности. Что это означает? Это означает то, что в радиусе 30-50 метров не должно быть никаких ни зданий, ни деревьев, ни проводов, ни тому подобное. То есть площадка должна быть чистая от всего, ничего там не должно быть. Далее нужно ее устанавливать ровно на поверхность. И если написано в инструкции ставить на ровную поверхность, то не надо ставить ее в сугроб, потому что поставив в сугроб, иногда забывая им уплотнить, после взрыва коробка наклоняется и уже начинает стрелять и по находящимся вокруг людям, и в близлежащие окна. Ну и что хотелось бы обратить внимание, что в руках можно держать только бенгальские свечи. Никакую другую пиротехнику ни в коем случае нельзя держать в руках при ее применении. Также хотелось бы обратить внимание на хранение пиротехнических изделий. Если вы заранее запасаетесь пиротехникой, то пожалуйста храните вдали от нагревательных приборов и вдали от детей. Потому что дети, найдя данное устройство без родителей, могут самостоятельно попробовать его запустить, что может привести к нежелательным последствиям. Но вы как специалист, вы можете назвать какие-то виды пиротехнических изделий, но безопасные, максимально безопасные? Или все-таки совсем надо быть очень осторожным и лучше от этого избегать? Совсем безопасных таких не бывает, конечно. Даже бенгальская свеча в определенных условиях может стать причиной пожара. В определенных, не в каждом случае, но в определенных. Еще раз подчеркну, только бенгальскую свечу можно держать в руках при ее применении. Никакое больше пиротехническое изделие в руках держать нельзя. А маленькие хлопушки, пневмохлопушки? В таком случае. Не, ну пневмохлопушки, которые стреляют в конфетти, они в принципе для этого сделаны, чтобы вручную их запускать и все это делать. Ну а то, что с порохом, то в руках держать категорически запрещено. А есть в Абакане точки продажи, которые соответствуют всем параметрам и требованиям? Конечно, такие точки есть. Сейчас проводятся рейдовые мероприятия. В соответствии с поручением правительства в МЧС они стоят на особом контроле и проверяются как раз места продажи пиротехнических изделий на соответствии требований постановления правительства. С особым вниманием нужно отнестись в Новый год. При подготовке к Новому году не только к выбору пиротехники, но и к любой другой новогодней атрибутике. Вот расскажите, как нам выбирать елки, как нам выбирать костюмы? Ну самая, наверное, хорошая елка это на Новый год. Каждый, так я думаю, считает, что это, конечно же, живая елка. Если говорить про искусственную, то искусственные елки крайне пожароопасны. И каждый может в интернете на соответствующем портале посмотреть, как горит елка. Прямо так забивается в поиске, как горит елка. Там очень красочное такое представленное видео. За несколько секунд она охватывается пламенем и сгорает полностью. Далее загораются шторы и все окружающее вокруг. При выборе елки необходимо, конечно, обратить внимание на ее, из чего она изготовлена. Если вы берете искусственную елку, ставьте подальше от тех же нагревательных приборов. Если используете гирлянды, то смотрите, чтобы они были из-за елодского изготовления. Не было никакого повреждения проводки, чтобы она не искрила. Потому что сама гирлянда, если будет порвана или переломлена проводка, она может заискрить, от чего загореться елка. На новогоднем утреннике на елках не должно быть ни в коем случае никаких свечей открытого пламени. Почему? Потому что тот костюм, который надет на ребенка из синтетики, он за считанные секунды может воспламениться и полностью сгореть на ребенке, принеся тем самым травмы. При выборе костюма, конечно, предпочтение, наверное, лучше отдать хлопчатобумажным изделиям, которые менее подвержены такому отгорению внезапному. Ну и последние ваши рекомендации, как провести эти праздники безопасно. Еще раз подчеркну, сопутствующим фактором возникновения пожаров это является алкогольное опьянение. Идут запускать ракеты неправильно, их устанавливают неправильно, держат в руках, хотя я сказал, что этого делать нельзя. Ракета попадает в окно, 5 минут первого. Каждый год статистика такая, что наступает Новый год, 5 минут люди отмечают дом, а потом идут стрелять ракеты. Вот за эти 5 минут пожарные сидят спокойно, буквально 5 минут первого, поступает вызов, и уже поехали на тушение какого-то возгорания. То есть тут хотелось бы обратить внимание, что доверьте запуск фейерверков, наверное, самому трезвому из вашей компании. Ну и, конечно, не оставляйте детей без присмотра. Вот в последнее время очень актуально стала детская гибель и детский травматизм. На сегодняшний день травмировано, спасено на пожарах, это 8 детей у нас по республике, и, к сожалению, погибло 3 ребенка. В прошлом году гибели вообще не было зарегистрировано за весь год. Хотелось бы обратить внимание, ни в коем случае не оставляйте детей своих без присмотра, не оставляйте нагревательные приборы, а также не поручайте детям топку печей самостоятельно. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы.